Вы, наверное, спросите, где меня носило всю неделю? Так я стримил на новом канале, каждую трансляцию по 10 машин разыгрывал. Не знаю, почему ты ещё не там, но ладно. А так, Ола Амигос на связи Матвей. В гранде квестов тьма тьмущая, а чё там по их прохождению? Не, ну, со стороны, конечно, ничего такого, поэт туда принеси, это и так далее. Да и призы щедрые. Тогда объясни, почему у тебя до сих пор не такой автопарк? Да потому что с этими квестами не всё так просто. Так, давайте с самого начала пройдём квест Дюшеса, Хэллоуинский квест, и на моём примере посмотрим, как с этим всем быстрее разобраться, заработав при этом максимальное количество тыкв. Или груш. Да-да, и эти самые тыквы здесь тоже будут, ты не один такой дедолага, не переживай. Моя история началась ещё в самом начале ивента. Ничего не предвещало беды, я спокойно приехал на кладбище выполнять Хэллоуинские квесты. Первое задание вопросов нет, собрать конфеты. Единственный нюанс, иметь хорошую тачку, чтобы быстро передвигаться по карте. И быть подписанным на канал Мотивкар. Камон, только мои подписчики знают, что это задание можно выполнять бесконечно, зарабатывая нереальное количество тыкв. И денег. Второе задание тоже, просто сделай слияние с другом и плюс тыквы ему и тебе. Главное, чтобы этот чертила не оказался демоном, ну вы знаете, как оно бывает. Масло в огонь подливает ещё тот факт, что за все эти активности каждые полчаса вы получаете по 100 тыкв. Не, ну честно, вкуснее предложение быть не может. Но вот следующее задание, третье, где нужно собрать тыквы, это браво, моё почтение, дорогие разработчики. С виду ничего такого, по интернету гуляет карта, спав на этих тыкв, так что ждёшь по идее и едешь по этим точкам собирать тыквы. Но почему-то, проверив первый раз всю северную часть карты, ни одной тыквы я не нашёл. Зато нашёл вот такое классное место, где можно попрыгать. Ничего не понял, но думаю, ладно, просто не повезло, дождался следующего по идее и ещё раз всё проверил. Ну и на этот раз ничего, кроме этих фейковых тыкв на спавне, я найти не смог. Да ладно, какая разница, у меня ещё целый день впереди на эти поиски. Сказал я себе и реально потратил на поиски весь грёбанный день. И в итоге всё равно ничего не нашёл. Вот я сейчас пересматриваю на монтаже, кстати, посмотрите на количество материала, вот вам ещё одна причина поставить лайк. И вот это вот всё, внимание на дату и время, я искал тыквы, всё безрезультатно. Тут я понял, что здесь что-то неладное и решил обратиться к эксперту. К деду Васе. Здрасте, дед Вася, вот вы же играете в Гранд Мобайл, объясните, почему я тыквы не могу найти весь день ищу. Эх, сынок, нищие тыквы, они багдутые. За свои-то прожженные годы я понял, что не нужно тратить время на всякую дресню. Зачем тратить время на квесты, если можно просто ввести промокод Мотивкар на любом сервере и на халяву получить 30 косарей VIP статус скин и гелик за 15 миллионов? Ну и халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Гранда получают Брисфлоу и Артём Зайцев. Поздравляю, для получения приза пишите на этот телеграмм. А если хочешь так же, смотри видео до конца, пиши в комментариях секретное слово, итоги в следующем ролике. Побеждает первый и рандомный комментатор. Всё, подошла моя очередь, давай пока. Спасибо большое, дед Вась, блин, почему я раньше до этого не додумался? В общем, я не сдавался и продолжал искать тыквы. И спробовал все способы, как просто колесить по карте и искать тыквы, так и выбрать конкретную точку спавна тыквы и ждать там по идее. Зато на местах, где по идее должны спавниться тыквы, я всегда находил только груши. Я даже по новой перед каждым по идее брал задания с тыквами у Фредди Крюгера, но и это не помогло. Тогда я подумал, блин, вдруг у меня просто багнутый аккаунт, поэтому решил проходить квест на другом. Это мой аккаунт на третьем сервере, я прошёл все задания до задания сбора тыквы, и прямо сейчас жду по идее специального казино, потому что по идее это самая частая точка спавна тыквы, в надежде на то, что что-то выйдет. Но и здесь ничего, кроме груш, я не находил. Мухаммед Айнури ножки лижет. Короче, я решил проходить хэллоуинский квест ещё на одном, уже на третьем аккаунте. Уже шёл, если что, третий день поиска. Ну и вот что было наверняка, я начал поиски сразу после того, как только начал проходить третье задание. Но в первый час игры я всё равно ничего не нашёл. Но вдруг, друзья, вы не представляете, я спокойно ехал вообще по другим делам и случайно нашёл тыкву. Причём место её спавна на карте даже не было обозначено. К сожалению, с первой тыквы мне ключ не выпал, и я забагался вот в такой вот позе. Ну и в этот момент я решил бросить эту тему, потому что, как оказалось, тыквы реально забагались из-за как раз спавна груш параллельно с ивентом Дюшеса. Именно по этой причине я всегда на месте спавна тыкв находил только груши. И лишь один раз в рандомном месте мне попалась тыква за 4 дня поиска. Зато благодаря этим поискам я открыл для себя настоящий фарм тыкв, собственно, на котором я и накопил их почти 10 тысяч штук. Я просто по возможности каждый раз делал слияние с разными игроками. Как оказалось, это реально самый быстрый и лёгкий способ фарма тыкв, особенно если у вас куплен демон. Смысла выполнять конкретно сюжетную хэллоуинскую квестовую линию нет, ведь всё равно главные призы можно получить только открыв там GTA 5. Ладно, а что там с квестами Дюшеса? Прежде всего я открыл меню ивента и уже с лёту получил наказание. Но не пугайтесь, ведь таким же образом можно спокойно получить хоть 1100. Короче, здесь есть несколько способов фарма груш, главный из которых сюжетная линия. Вот её я и буду проходить. Первое задание по фигне, просто купить верёвку и пилу в магазине 24 на 7. Конечно, за исключением цены за вход в магазин и цены пилы с верёвкой. Второе задание, напилить дров. Всё бы ничего, но уехать нужно из Арзамаса в Южный. А пока я еду, хочу поблагодарить самых лучших людей на свете, вас за то, что вы наконец-то на моём канале добили 100 тысяч подписчиков. И к этому событию я подготовил для вас подарок. А именно, записал большое, почти получасовое видео про историю моего канала. Над роликами я работал несколько дней, и если ты считаешь себя близким человеком для меня, обязательно его посмотри. Его я выложил на новом лайв-канале, скоро там будет куча взрывных видео на весь Ютуб, так что не пропусти движуху, подписывайся. А тем временем мы уже на месте, и для выполнения задания нам нужно просто ударить по дереву. Ты куда оказался? Ехать! За хлебом, а чё? На следующем задании нужно просто поехать на работу у чистильщика улиц и набрать воды в импровизированную бутылке. Ну и финальное задание, нужно просто отправиться на шахту и работать там до тех пор, пока квест не будет выполнен. Ну и теперь возвращаемся к челику, открываем меню ивента Дюшеса, и в этом магазине за груши покупаем палатку. Всё, квест выполнен, и на моём балансе 1118 груш. Вот чё с ними делать на самом деле не ясно, потому что цены в магазине ивента высокие. Мне здесь хватает пока только на аксессуары и самые бомжатские скины. Я играл в мини-игры Дюшеса, они достаточно весёлые, но груш там фармится очень мало. Поэтому лучшим решением будет просто тыкать каждые несколько часов эти шарики в надежде на то, что выпадет достаточно груш хотя бы на более-менее нормальный скин. А теперь давайте потратим все заработанные тыквы за последнюю неделю на всех аккаунтах и посмотрим, сколько мы заработаем. Начнём с аккаунта на третьем сервере. Здесь я заработал чуть больше тысячи тыков, это всего две прокрутки рулетки. Погнали. Фигня? Фигня. Ну ладно, в этот раз не повезло. Попытаем удачу на других аккаунтах. Итак, аккаунт на двадцать шестом сервере. Здесь я накопил почти две с половиной тысячи тыкв, это почти пять прокруток. Не будем медлить, начнём. Фигня? А вот это уже неплохо, полмиллиона рублей в кармане. 50 тысяч говно? Ну, такое. Блин, ещё всего лишь 80 тыкв не хватает до ещё одной прокрутки. Ладно, давайте сейчас быренько подфармлю и вернусь. Так, 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 началась катка. Блин, у меня только что отобрали тыкву. Давай. Блин, ну ё-моё, ну что, что я отберу? Отдай тыкву. У меня есть подозрение, что мы нихрена с этого не получим. А, блин, отобрал, отобрал. Что? Да иди ты нафиг, чё это за фигня, я не понимаю. Ну это реально, ну это нечестно, друзья. Так, ну ладно, мини-игра закончилась, давайте выйдем с арены и посмотрим, заработали ли мы. Да, смотрите, целых 200 тыкв заработали. А, так, рулеточка, рулеточка ангела, поехали. 50 тысяч, да. Ну ладно, хотя бы полляма выбили, но у нас остался последний аккаунт с самым большим количеством тыкв. Итак, аккаунт на 25 сервере, здесь у меня более 5000 тыкв. Это 10 круток, ну я уверен, хотя бы одна какая-то дорогая вещь по типу машины, ну нам точно должна выпасть. Поехали. Фигня. 100 тысяч, неплохо. Блин, почти полляма выпало. Ааа, друзья, первая машина из хэллоуинского ивента Dodge Challenger. Можно считать, мы уже окупились, причём за все аккаунты. Ааа, почти тачка ещё одна выпала, ну ладно. Шарик, слушайте, неплохо, это мой самый любимый аксессуар. Чармиллион, это чё такое? 50 тысяч. Ааа, опять это говно. Опять картошка фри, да ё-моё. Так, ну нам всего 120 тыкв не хватает до ещё одной крутки, давай сейчас быренько с кем-нибудь сольёмся. И давай-давай, всё, супер, ещё плюс 200 тыкв залутали. Найс, всё. Пожалуйста, пожалуйста, давай что-нибудь нормальное, давай что-нибудь нормальное. Ну скинчик, ну какая нахрен злая тыква, да иди ты нафиг, её даже продать нельзя. Пока что. Ладно, поехали на парковку, посмотрим, что за дождь мы там выбили, сколько он стоит по госке. Не, ну выглядит, конечно, имба. 4 миллиона всего. Пф, да ну. Ну выглядит он точно на садочку. Не, ну в целом это тот же самый дождь челленджер, роста с какой-то фигнёй на крыше. Вот такой вот у нас улов на хэллоуинском ивенте, но опять же он ещё не заканчивается, поэтому есть шанс дофармить тыквы, прокрутить рулетки и выбить что-то ещё более годное. Огромное спасибо за просмотр, если было интересно, обязательно ставь лайк, пиши в комментариях, сколько ты заработал на хэллоуинском ивенте в Гранд Мобайл. А если ты всё ещё здесь, отметься в комментариях, словом, дождь ведь все такие комменты, я обязательно лайкну. Обязательно посмотри мои другие рубрики, будни ОПГ, полиции, путь бомжа, перекупа. И по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok